Казахстан Казахстан Давайте знакомиться. Асаубаев Ирлан, непрофессиональный журналист из Подмосковья. Я отправляюсь за 3000 километров в Омс, чтобы там в течение двух дней сработаться с местным оператором, побеседовать с нужными людьми и, конечно, все это отснять. Казахстан Это Омский Арбат, а вернее, одна из центральных улиц Омска с именем Чукана Валиханова. Консульство Республики Казахстан, за ним кадетский корпус, который закончил Чукан Валиханов. Памятник установленный в 2004 году. Если поинтересоваться, а кто из современных казахов, ныне здравствующих, является наиболее значительной фигурой, города Омска, то, пожалуй, вам здесь ответит Алтынай Женусова. В далекие 90-е годы, это начало деятельности Сибирского центра культуры казахской, и тогда вот Аксакалы наши собрались, и молодежь активная, для того, чтобы как-то вот работать в плане сохранения языка, культуры, национальных традиций. И вот тогда, когда этот разговор уже как бы пошел по народу, естественно, выявились такие активисты, как Алтынай Женусова. У нас была группа студентов, в то время очень много из ЛСА научились. Потом они разъехались, получалось, что я одна была именно с образованием культурным, после культуры, с этой училищей институт поступила, и что занял, ну, и финай здесь. Надо все-таки, нужно был такой момент, когда надо было, чтобы один официально было уже как бы оформлен. И поэтому я без колебания стала этим заниматься и занимаюсь. Прежде всего, когда говоришь о ней, сразу вспоминаешь, или нет, тут же возникает образ Сибирского центра казахской культуры Мольдар. Какой чистый, хрустальный, какой-то вот это светлый даже образ. Мы как бы всколыхнулись у казахского населения этим открытием, и тогда я почувствовала, что не только я тосковала, потому что нам не хватало, это наши казахские песни, это звучание тамуры. Мы стали собираться, мы проводили свои мероприятия, мы репетировали. Приходили люди разные, которые умеют уже что-то. Они учили тех, кто совершенно никогда даже не держал в руках Донбрей. В феврале 1989 года при Центре казахской культуры Мольдар был образован фольклорно-этнографический ансамбль с одноименным названием. В 1998 году ему было присвоено звание «Народный самодеятельный художественный коллектив». После нас уже стали открываться центры в районах, мы знаем, что сейчас в городе несколько центров, но всегда хотелось сделать высокопрофессиональное то или другое мероприятие. Всегда хотелось и приглашать профессиональных артистов. Мы же не только занимались самодеятельным творчеством, мы еще и организовывали, и организовываем выступления профессиональных артистов из Республики Казахстана. Мы приглашаем казахские театры, мы проводим спортивные мероприятия. Приехали люди из районов, и я понимаю, что очень активно у нас глубинка те, которые живут в районах Русской области. И они рассказывают о своем чижире, о своем семейном гребе, о своем роде, хотят рассказывать об этом, они хотят показывать, они это чтят. И это очень приятно, и мы поднимаем вот эти классы. Если раньше мы делали Аньши Балахан детский, в 1991 год, собиралось 30-40 детей, на сегодняшний день эта программа Аньши Балахан вошла уже в областную программу. Даже если наш центр не станет, наш центр закроется, это вошло в областную программу Министерство Русской области. И также 20-21 числа прошел этот конкурс очередной, где уже было 120 детей. И собираются дети со всей области. И ежегодно проводится также наша программа. Фестиваль Курка Амэр, Фестиваль Казахского народного творчества. Если меньше, Валабан, для того, чтобы пропагандировать среди детей, чтобы деткам показывать, чтобы их показывать. Ребенок хочет участвовать в детском конкурсе. Родители шутят красивое платье, изучают, разучивают с ним песню или стих. Не хотят показать своего ребенка. И через песню мы будем в то самое национальное самосознание у ребенка, что он относится к казахской нации, что у него есть своя казахская язык и казахская культура, что она очень богата. Мы это прививаем ребенку, это показывать, и он стремится и идет. Потом мы сделали фестиваль для всех возрастов, где могут и люди участвовать, старшее поколение тоже. Вот данный фестиваль. Он тоже вышел в голосную программу. То есть все, что они придумывают в наш центр, все это постепенно входит в программу. Мы очень довольны этому. Центр Мольдр – организатор конкурса детского творчества «Аньши Балапан» «Поющий птенец» фестиваля казахского народного творчества «Урпакуна» «Голос поколений». При центре работают другие самодеятельные коллективы, среди которых ансамбль казахского танца «Айгерин», с 2015 года носящий звание «Образцового». В 150 метрах сзади от меня замерзший Иртыш. Рядом холодными гранями поблескивают кристаллы Омского Арбата. Очаг культуры – департамент культуры Омской области. Те акции культурные – это и Айтысы Акыновы, это различные праздники, наурызы. Это все идеи Алтынай. И она умеет это делать. Самое главное ее качество – она умеет вокруг себя объединять единомышленников, людей. Это главное качество. Она как магнит их притягивает и организовывает. Из всех руководителей национально-культурных объединений, пожалуй, она единственная может собрать огромную аудиторию. Концертный зал – это престижный зал. Больше на моей памяти я не знаю, кому из руководителей национально-культурных объединений удавалось собрать полный концертный зал. Они никогда и не рисковали. Вдохновение она получаешь тогда, когда ты после мероприятия видишь людей, которые уже на завершении того или иного действия, они все, во-первых, встают, они аплодируют стоя, они кричат «Браво!», они выходят на сцену со цветами, и они звонят, они говорят, как хорошо, что вы есть, как хорошо, что вы это делаете нам. И я чувствую, что это людям нужно. И пока это людям нужно, мы будем этим заниматься. Да, конечно, сегодня уже, уже в 21 веке, есть интернет, в каждом доме почти у казахов есть возможность смотреть казахское телевидение. Но сдавал себе такой вопрос, а может уже хватит, достаточно? Все это есть, все это доступно теперь. А если раньше приезжал вот знаменитый коллектив, вот приезжал РУЗА, ребята в то время очень популярны, в 98-м, в 98-м, в 98-м, в 98-м, в 98-м, вышли на главную площадь музыкального театра перед выступлением и были очень удивлены. Они были удивлены и потому, что никто не подошел из нашей казахской молодежи и не попросил автографа, и не попросил с ними сфотографироваться. Я говорю, ребята, не удивляйтесь, они нас не знают. Мы вас не знаем, мы вас не видим. А когда уже они вышли на сцену и запели песню «Сяна дымал матунда», вот тут, конечно, был шквал аплодисментов, эмоций, потому что на кассетах это было, это слышали уже. Благодаря усилиям Сибирского центра казахской культуры Мольдер, в Омске стал традиционным праздником культуры и спорта Той Думан. Веселый праздник, приуроченный к знаковым датам в истории казахского народа и направленный на пропаганду культуры и популяризацию казахских национальных видов спорта, традиций и обычаев. Они работают и в Доме дружбы, и самостоятельно, и какие-то акции, я еще раз повторюсь, они везде выезжают, они проводят различные конкурсы, праздники, чисто казахские какие-то, участвуют совместно с другими национальностями. Нам приятно на них смотреть. Это действительно замечательные, порядочные люди и очень талантливые, очень талантливые. Поражаешься действительно глубине мышления, когда Алтанэ Хайдуловна еще лет десять назад действительно критически очень оценила все эти избитые фразы о том, как центр начинался, что вот собралась группа единомышленников, что они действительно хотели развивать культуру. Здесь даже вопрос был на самом деле даже более глубокий. здесь уже был вопрос даже в общем-то о поиске новых путей развития всей цивилизации. Немало совместных дел. Ну, скажем, мы провели несколько семинаров за эти годы, встреч всевозможных с местным казахским населением, провели большие конференции всероссийского масштаба и международного масштаба. Вот одна из последних международных научных научно-практических конференций казахи в евразийском пространстве. В 2016 году в год 150-летнего юбилея Алихана Букиханова, признанного 38-й сессией Генеральной конференцией ЮНЕСКО, выдающимся деятелем подлинно мирового значения, Мольдер принял участие в издании сборника исследований, статей, интервью и материала круглых столов, посвященных жизни общественно-политической, государственной, научной, публицистической и журналистской деятельности Алихана Букиханова. Можно сказать, круглосуточно работает над тем, чтобы преподносить казахские танцы, казахские песни, казахское искусство, декоративно-прикладное искусство. Она ездит по районам, находит наших опашек-старушек, которые еще не потеряли это искусство. Во-первых, она даже по сути дела проводит исследовательскую работу, потому что она записывает старые казахские песни, которые, в общем-то, остались только как пустом в народном творчестве. Потом и те вот женщины с опашки, которые владеют казахским искусством, декоративно-прикладным, она тоже поэт на эту тему работает, в исторические моменты собирает. Она постоянно контактирует с институтом этнографии и истории Сибирского отделения Академии наук, который представлен в Омске. С ее помощью, по ее предложению, была создана юрта как космос, жизни, пространство жизненное и так далее. Замечательная идея. Мы даже вдохновились и ходили, хотели потом продолжить это, может быть, по каким-то народам севера, также чум, скажем там, с каким-то музеем связаться или с обществом также продолжить эту традицию. Но пока вот эта юрта действует очень хорошо в том плане, что она собирает огромное количество людей. Приглашаем школьников в одном зале, в соседнем зале мы показываем личный фильм о казахской юрте, рассказывая традиции, а потом начинаем веселы. Вызываем на разговор нашу школу. Что они вообще есть ли среди них казаки, что они знают о казахах, что им нравится, что не нравится. Раздражает ли их казахская речь, когда они ее слышат, и будет ли им приятно, если в классе два казаха, например, заговорят на казахском языке, что они испытывают при этом. Просто мы вызываем их на разговор, начинаем беседовать. И даже есть такие случаи, которые говорят, да, нас это раздражает, это не нравится. Мы начинаем беседовать, мы показываем, мы говорим о нашей традиции, о нашей культуре. Знаете, человек, вот ребенок уже студент, подросток, уходит, он совершенно смотрит уже на нас в другую базу. Поэтому нужно открываться. Если мы в начале своей деятельности только занимались чисто с казахским населением, сейчас совсем другое время, мы теперь должны заниматься и с теми, тоже вреду с нами, с нашими соседями. Мы должны открываться, мы должны показывать, мы должны узнавать. Когда меня первый раз пригласили на Бишпармак, была такая, сложилась такая, ну, немножко неудобная ситуация, поставили большое блюдо, там, как следует, принимают гостя, все замечательно. И у меня воспитание хорошее, хозяев боюсь обидеть, и я думаю, ну, надо все съесть, потому что все блюдо поставили, надо, как бы, оказать уважение. И я постарался, очень много съел, и кумыса много выпил, очень удивились, как так с непривычки человек столько постарался, столько сумел осилить. Здесь, в Омске, в некоторых районах, в некоторых хаулах, в селах, проживает до 70% казахи. Это все сохранилось, активно поддерживает, связь держит. Многие казахстанские, это молодые ученые, приезжают сюда, например, приехал сюда, изучаю. Многие изучают этнографию, быть, и социально-экономическое положение, Омскор региона, и приезжает, и активно клюшается деятельности бульдар. Телген киселердің бәрилығы оса алтынайды табат, о кисы жанары Казахстанан кезгейген, кисыны, киркентай бала босын, люкен кисы босын, қарсалып, өзін, көмеген, айамайты. Тептекерек босын, ауылдырғады аден аппарат. Зде жүрген киселерді табуға көмектесет. Енді бөксі, сонымен гатам, дінің өріндарға, на меңчетпен, жакса байланса обаған. Центра Мольдыр Выполнена этнографическое исследование по современным процессам в общественной культурной жизни казахов Омской области, сохранению народных традиций ручного ковроткачества, сбора образцов используемых орнаментов при изготовлении ковровых изделий. В рамках проекта Собрана коллекция этнографических материалов, издан красочный буклет – орнамент души казахского народа. Я так шутя, конечно, называю ее казашка номер один города Омска и Омской области. Наверное, можно сказать и не только об Омской области, у нее очень широкие связи и с Барнаулом, и с Тюменью, с Алтаем, где только она ни была. Я думаю, самое значительное мероприятие – это фестиваль «Здравствуй, Мурыс» в городе Москве. Мы вообще поехали туда всем своим коллективом. Не все могли поехать, всего 40 человек у нас поехало. Но это была большая насыщенная программа, потому что… Почему именно в Москве? Потому что это столица нашей родины. И бываем везде, и даже в городах соседнего государства. И в нашем центре были люди преклонного возраста. Например, это наша звезда, исполнительница народной песни Массия Иралина Вали. Тогда было 80 лет. Она ни разу не была в своей столице, хотя трудилась во благо родины, воспитывала детей. И вот я решила, что мы сделаем так. Мы поедем, мы покажем себя, люди увидят свою столицу. Во-первых, конечно, мы поклонились, возложили святые книги неизвестным солдатам. Потому что в каждой семье у нас погибли наши деды, защищая нашу родину. Мы отдали. Дали. После этого мы были в памятнике нашего берега в Бабае, потому что мы чисто в родину были. И, конечно, в прошлом мероприятии было в школе имени Героя Советского Союза, Ленинградом. Это такие воспитательные моменты. Среди нас и были школьники, дети школьного возраста, 20 человек, которые были участниками нашего ансамбла. Была встреча со школьниками, школой имени Героя Советского Союза. Был круглый стол в Московском доме национальности. Мы возили нашего самого именитого художника, заслуженного художника Россия Магильды, Драхмановича Шакенова. Было трогательно, когда перед памятником Молдогуловой на территории школы спели песню Алья. Это было такое, знаете, цветы возложили, естественно. Ну вот, эти вещи как бы объединяют людей. Мы говорим о патриотизме. Вот это вот истинный патриотизм, конечно, исходящий из руководителя Волтная Женусовой. Это не просто такие культурные акции. Это как бы комплекс такой, который народу, душе каждого человека просто необходим для того, чтобы, ну, знать, помнить и почитать подвиги своих дедов-отцов. Закрытие нашего фестиваля проходило с танцем Водинской, там есть не далеко дворец Вратеева, дворец Вратеева. И там пришли люди разных национальностей на закрытие нашего фестиваля. Было очень приятно. И это было в 2013 году. Это был как бы предюбилей нашего центра. В 14-м мы исправили 25-летие, а 13-го мы поехали в Москву. Ну, это одно из самых таких больших, значимых, запоминающихся, ярких мероприятий, я считаю, это фестиваль здравствует народство в городе Москве. Что оно делает? Оно делает от чистого сердца очень талантливым. И, конечно, таких людей нужно поддерживать, в том числе и власть, теми инструментами, теми возможностями, которые у нас есть. Ахсахария и Жамбулская область подарили Алтаной Женусову седло, казахское седло. И она стала лауреатом премии имени Кайрата Росклубеку. Очень высокое звание именно получила достойно Алтаной Женусова. Тогда еще это была общественная организация, которая решила сделать первые лауреаты премии имени Кайрата Росклубекова создали фонд, имени Кайрата Национального Героя, который участвовал в декабрьских событиях, который погиб. На сегодняшний день у него стала Халха Хармана. И когда мне позвонили, сказали, что вы должны прилететь в Мамату, чтобы получить вот это звание лауреата первой премии, ну, мне это было, конечно, очень удивительно. Я была очень удивлена. Ну, и понимаешь, что после того, как тебе уже ее вручают, ты ее берешь, и ты понимаешь, что это больше, это очень большая ответственность, и дальше ты должна еще больше работать, чтобы как-то оправдать. И мне кажется, что это, ведь кто-то мог, а другой получил. Может быть, человек, который больше работает, который больше вкладывает в себя в это. И поэтому, понимаешь, что это очень ответственно. Ну, из наград, посвященных как раз 20-летию Казахской Конституции, я, в общем-то, сам ей вручал здесь в консульстве. Потом она является заслуженным деятелем культуры. Поэтому ее ценят и чтут, и уважают не просто в Казахстане, она, в общем-то, довольно известный человек. И причем ей были посвящены большие работы в журналах, и в газетах, и даже вот в сборниках различных. Даже вот здесь вот недавно выпускалась книга, это вот «Казахи Омского прелестыжья». И здесь она, естественно, занимает одну из главенствующих роль. Не удалось мне скрыть тот, что есть в 18-м, спасибо, конечно, что ответили. Очень приятно, что мой скромный труд отмечен до сегодня. И хочу пожелать, чтобы величие нашей России перерастало всеми культурами тех народов, которые проживают в этой стране жизни. За сохранение самообытности казахского языка и культуры большой вклад в гармонизацию межнациональных отношений в России от Инна Женусова отмечено множеством наград, среди которых почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации. За заслуги в деле возрождения казахской культуры президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым награждена медалью и почетной грамотой. Казахстан Нурсултан Мы всегда понимаем друг друга, потому что наш язык казахский он совершенно одинаков везде. Если в других народах, например, если в татар, они приехали с разных мест, они могут даже какие-то слова не понять, у нас этого нет. Я хочу сказать, что фестиваль конкурса очень нужен и важен. В этом году мы на 17-й год уже запланировали Омский региональный фестиваль, конкурс, алтинкурс. Я думаю, у нас русский менталитет, совершенно русский менталитет, но в наших живых течет казахская кровь. Мы как-то, я думаю, мы все-таки больше, если мы это не показываем так снаружи, но мы больше здесь стараемся сохранить свои традиции и культуру. Нам это очень важно в каждой семье. Пускай это будет ураза, или праздник Ай, или Харкананшару, именно речения, Шетихана, даже свадьба на сегодняшний день. Все стараются сделать это по казахским традициям. Самое такое ценное в ней, вот то, что она дает детям все. Детям нашим дает все. Потому что это не то, что она их как-то отделяет от местных. Нет, она просто дает возможность им понять жизнь, творчество своих предков. И поэтому ее здесь мы очень уважаем. Мы работаем в основном только с Молдиром. Потому что должен все равно быть какой-то объединяющий один центр. Потому что можно разбежаться по своим квартирам. Можно говорить и зарегистрировать право на тот или иной центр. Но мы все-таки тяготеем к тому, кто имеет опыт работы, кто имеет вес определенный. И с кем можно говорить на равных. В Омске, в городе, в области заслуживает доверие быть президентом автономии Омской области Алтынай Джунюсалла. Только она может объединить всех. Она такая энергичная вся. У нее вечно какие-то замыслы возникают. И так скажем прямо, что она умеет организовывать. И что не маловажно, она умеет доставать финансы, обеспечивать финансово проведение этих мероприятий. Я думаю, что Алтынай заслуживает, уже давно заслуживает звание заслуженного работника культуры Российской Федерации. Все относительно. Кто-то считает, кто-то больше работает, кто-то меньше. Ведь я многое других разных центров, которые тоже работают во благо своего народа. И поэтому если дать одному награду, то надо дать уже всем. Поэтому я понимаю, на что местные власти и на кого-нибудь обидел. Сфера междунациональных отношений очень тонкая. Она требует большой мудрости, большого ума, тонкости определенной, очень широкого кругозора. Я могу сказать, что в этом смысле мы действительно на одной волне, что ли, Салтынай. И я думаю, что у нее еще все впереди. Это звезда. Звезда в казахском диаспоре. В нации казах. Это звезда. Ответственность всегда была большая. Она ни на минуту не выходила. И ответственности всегда, скажем, у нее все больше и больше. Потому что мы все-таки представляем свой народ. И хотелось бы его представлять на хорошем таком уровне. Потому что по нас, по лидерам того или иного центра судят о всем народе. И можно сказать, даже мы народные дипломаты. И как любой дипломат должен быть безукоризненным, мы тоже стараемся быть таким. Два дня пролетели незаметно. Я мало снимал сам центр Мольдера и был больше зациклен на личности моей героини. Это входило в мои планы, но никак не в планы Альтына Жонусовой. Напомню, режиссера по образованию. В целом же от общения масса сильных впечатлений. Допустим, с ней достаточно непросто работать. Она не только предлагает темп, к которому ты не всегда готов, но всякий раз при этом усложняет задачу. Сначала ты сердишься, а потом удостоверяешься в ее правоте. Здесь я сделал для себя самое главное открытие. Это уникальная женщина, которой всем сердцем и умом следует гордиться. Нужно обладать абсолютно незаурядными качествами, чтобы лучше всех производить такой объем колоссально значимой общественной работы. Но при этом оставаясь все той же юной, светлой, чистой девушкой, как родник Мольдер. Девушка соловьи, джи-джи-джи-с, как она в руку. В жизни заходят, не заезжая, не в дом, не в дом, а в жизни за мной, как она в жизни. Баспадың жадың чедын құлаймаде, үшперім арықтан сұлаймаде. Орқамын доз бұлға жаманмен, тәр жереде төтімін сұлаймаде. Орқамын доз бұл 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 жүріп түрді, орын деп ойтқайлайды, жүрген сон баурынды күнге көрліп, таулардың биектеді бұйтқалмайды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok